Три этажа, разделенные на пять блоков. Школа на 720 мест строится в Назране за каналом. Возводится новое общеобразовательное учреждение с 2020 года благодаря нацпроекту «Демография». Сдать в эксплуатацию планируют в декабре. Репортаж нашего корреспондента. Новость о строительстве новой школы отличница Хава Бекова ждала давно. Рада, что теперь на учебу недалеко будет ходить. Живет она за каналом по улице Халухоева. До ближайшей школы два километра. Преодолевать их приходится пешком из-за частых поломок школьного автобуса. В этом году она переходит в шестой класс. Удобно будет вставать, ходить туда. Моя школа находилась далеко, а теперь эта новая школа находится рядом. Школа рассчитана на 720 ученических мест. Объект введут в эксплуатацию к концу этого года. Строить начали в конце 2020-го. За полгода здесь залили фундамент, возвели стены и провели частично коммуникацию. Сейчас проводятся внутренние отделочные работы. Добивают лицевую кладку и обустраивают территорию. По графику строительства у нас срок сдачи объекта 20 декабря текущего года. Если получится, попробуем сдать немного раньше. В школе 40 учебных классов, более 10 специализированных кабинетов, пищеблок, спортзал и актовый зал с видом на благоустроенную территорию общеобразовательного учреждения. Работы проводят поэтапно. Само здание – это три этажа, которые разделены на пять блоков деформационными швами, что делает здание сейсмоустойчивым и безопасным для пребывания. Новая школа будет оборудована пандусами, лифтами и санузлами для детей с ограниченными возможностями. Сам спортзал и помещение вспомогательного назначения – это раздевалка, душевые, санузлы. В самом главном помещении самого спортзала будет находиться разметка под игру баскетбол и волейбол. Будут соответствующие оборудования – сетки, корзины баскетбольные и прочее. Вплоть до мячей игровых тут все предусмотрено знать ученикам. Школу строят по нацпроекту «Демография». Это четвертое масштабное образовательное учреждение в городе Назрани. Здесь предусмотрено и полноценное футбольное поле вместе со спортплощадками. Все для дополнительной занятости молодежи и поддержания здорового образа жизни. По спортивной зоне у нас запланировано футбольное поле стандартного размера, беговая дорожка вокруг футбольного поля, 100-метровая беговая дорожка. Также идет у нас волейбольная площадка, баскетбольная площадка, плюс наверху, глядом с футбольным полем, площадка для отдыха детей. Значит, резиновое покрытие у нас предусмотрено на беговой дорожке, на футбольной, на баскетбольной площадке, на волейбольной площадке и на площадке отдыха детей. За качеством и сроками подрядной организации следит стройконтроль. По их словам, замечания подрядчик устраняет своевременно. Строительство еще одного общеобразовательного заведения напрямую способствует ликвидации двух- и трехсменного обучения в регионе. Помимо дополнительных ученических мест, этот объект обеспечит местных жителей еще и работой. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Магомед Шаухалов, Новости 24. Продолжение следует...